Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя, ее зовут Юля. И мы сейчас находимся в военно-историческом клубе Русборд. И сейчас нас ждут военные действия с викингами. Потом мы будем смотреть, как дракары будут соревноваться на скорость, а также перетягивание друг друга. Оставайтесь с нами и вы увидите самое интересное сейчас. И что здесь можно посмотреть, в общем-то. Так что все, давайте продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это в Елецкой, ну, в Липецкой области, под Ельцом. Посмотрите, сколько здесь. Сейчас, пойдешь фоткаться? Хе-хе-хе, взять, конечно. Нет? Здесь бьются викинги, также здесь происходит концерт, сейчас на который мы и попадем. Викинги, игра про викингов. Только на живое. К сожалению, мне не платят за рекламу. Так что я не буду говорить то, что вы получите 300 голды и железный щит. Людей очень много. Яблок упасть негде, мне кажется, это точно. Даже ни к чему не подойти. Ни к витрины, где продаются сувениры. Когда не приедем, везде очень-очень много людей. Вообще просто, блин. Даже упасть яблоку негде, как я уже говорил. И это так везде. Вот что мы были в Девногории, что мы были в Костенках. Да куда мы только не поедем с тобой. Что мы были даже в Москве, то же самое происходит. А также здесь проходят еще и конкурсы, в которых вы можете поучаствовать. Это стрельба из лука, я так вижу уже. Также метание. Метание ножа и здесь происходит. Там стреляет из лука. Метание топоров. Ну, кто умеет у нас метать топоры? Кто настоящий викинг? Быстрее сюда приезжай. Здесь тебя ждут самые лучшие конкурсы. Ну, здесь вы уже так и поняли, что стрельба из лука. А, из арбалета даже. И из лука. Сейчас мы пришло ее пострелить. Почти. Почти попал в мишень. Ну, в мишень попал. Да я тоже. Я не викинг, ребята. Словно змеи струятся знамена. И неловко, смешно, не пламат. У разорванных стен бастиона. Их, Георгий, рядом лежат. Друзья, давайте вместе сделаем шумно, чтобы наши предки видели, что мы гордимся ими, а не чтобы гордились нами. Руку! Активнее прыгаем, друзья, веселимся, когда передача — это праздник для нас всех. Один. Пришел из-за фантазии на утяжке, Обещенный, спатих, на убеждом, Объединитель, засыл на свете, И встречалась история битвы. Мёртвы, ёблый старый увидел Возповедших за смерть в облечье Возповеды, стыкающий крах Остросилося, но без грязных себя Неподлижно за сливших зрачков И для Бога не разна Воле и смысл, пусть сурты помогут Вечерли, брату не разнялась И свеча в королев Небо хмуро и сверни тучи Ребята, сейчас посмотрели, замечательный концерт Выступление мне очень понравилось Если вам тоже понравилось, не забывайте ставить лайки Ну мне конечно, потому что я же вам показываю этот концерт Так вот, идём сейчас на водное шоу Гонки на дракарах, короче, это просто божественно Ты видела, что такое дракары? Нет Ты викинги не смотрела? Нет Ребята, кто не смотрел викинги, это очень плохо Вы не знаете Гонки на дракарах смотреть, это боевые корабли викингов Представляете, посмотрите обязательно викинги Вот такой вот офигенный сериал Мне очень понравился Ребята, мы теперь сели Даже легли практически на землю Чтобы вон там, которые находятся За нами Видели то, что здесь происходит Но нам надо будет снимать, поэтому мы сюда и подошли Посмотрите, какая тут река Если там будет мягкая древесина Судись на основе Вы можете что-то сновать А если так сновать, то чуть-чуть Но вообще, хоть и шок держит Река сосна здесь Так что, будем сейчас смотреть Бой на дракарах Это, блин, должно быть офигенное зрелище Да, и бой там, не сомнение В первых местах можно составлять 10-12 км в час То есть это достаточно быстро Уйти от приема на какой-то просто Установленный шкут Утроучшеский Это настоящая ремьба Которая с вами Любовь и Победы Все вновь Основательные Быстребеса Не дойдет Платье на друже Древнерусские корабли Древнерусские корабли Объясними по плечам Вообще, парад на сутро Крутует Ух Древнерусские корабли Ух 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 Собир Ух 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 Сейчас смотрим, как гонки на лодках, как бухи обходят Они довольно-таки веселые, такое зрелище, особенно на драккарах, на древних лодках И также можно еще посмотреть на большую лодку Ищи где-то отстали Вон, они уже плавут А также посмотрите, как правда собралось людей Тут вообще я даже не ожидал, что мы приедем, будет такое зрелище А как умеем себя думать? Нет, 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 нет АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Моторная лодка Ребята на черной лодке, там вообще какие-то суперспортсмены, они победили конкретно, они проплыли, там и до Кураины плавали, говорили, там вообще достижение. С Курска до Киева, 902 километра, он сказал на этой черной лодке. Ну видно, у них очень слабая работа, вот посмотри, они грибут и у них практически все одновременно. Ну вот, как более такая, разрозненная что ли. Еще не сложились, может просто там так накидали людей, сказали плывить и все. Может быть. На самом деле, вот это конечно большой дракар, это блин, шикарно смотрится. Полная реконструкция, как была у викинга. Можно также поставить на нее и пару сплыть. Музыка. 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 Вот весело проводим этот Рузборг, единственное, чтобы погода подкачала, чтобы ветрено, прохладненько, а так с другой стороны весело, веселая музыка играет, люди танцуют, веселятся, а что еще делать? Я не согласна, чтобы погода подкачала, а дождя нет, суха под ногами, сверху, почему так? Да, мне не жадно, конечно, на себе не посидеть. А давайте теперь посмотрим, какие можно сувениры приобрести здесь. Так как мы приехали сюда, был самый ажатаж, и тут все окружили. Сейчас мы можем пойти посмотреть поближе, как это все будет выглядеть, что вы можете здесь взять для своего Рузборг. Казаканты, да. Хочешь я здесь сходить? Можно, да, приобретить сумочки кожаные, всякие амулеты, браслеты, шпаги, ножвы, подвески, сережки и также кольца. Довольно-таки большой выбор, и также можно шлем, ничего бы не видел, чтобы можно было приобрести, а так все, что угодно, любые побрякушки, можете сюда приехать и посмотреть в следующем году. А также, если вы проголодаетесь, можно прийти сюда и отобедать. Свежий шашлычочек, просто божественный, и посидеть вон там, на лавочке, а также можно еще приобрести платки и многое другое. Ну что, ребят, кому понравилось мое видео про Рузборг, не забывайте на меня подписаться. Ее зовут Юля, меня дядя Митя, и всем удачи, и пока!